Ричарду 5 лет. Он у нас появился в годовалом возрасте. У него такая сложная достаточно судьба. Мы не первые его друзья. Он испытал два предательства. И вот такое вознаграждение получил от Бога собак и попал в семью, где его очень любят, лелеют. Ричард не может оставаться в квартире один. Когда дома псу некому составить компанию, питомец проводит время с хозяйкой на работе. Поэтому сюда, в офис Ольги, переехала часть собачьего гардероба. Чтобы костюмчик сидел как влитой, хозяйка должна знать объем груди собаки, длину спины от холки до хвоста и даже величину лап до пят. Свитер, конечно, должен быть у каждого уважающего себя мужчины. Такой вот с воротом. Поэтому, когда Ричард у нас, ну вот так вот даже примерим чуть-чуть, это очень красиво, тепло и так мягко. Пуховичок, который мы тоже надеваем, он уже более теплый. Уже нам нужно его обновлять, потому что Ричард возмужал. Он такой в нем смешной кабачок. Поэтому это, конечно, не вся его одежда. У нас есть там маечки летние какие-нибудь прикольные. Помимо тепла, у модных образов Ричарда в новогодние дни появляется дополнительный функционал. Пес в своих костюмах несет праздничное настроение в массы. Мы в прошлом году ездили в Ялту, и он был в этом костюме. Вы не представляете, наш тамбовский французский бульдог, тамбовчанин наш французский, он покорил большое количество людей. Люди с ним фотографировались. Мы уже даже хотели где-нибудь там Ричарда устроить на работу. А вот в другой тамбовской квартире, где живет французский бульдог Буч, каждое утро начинается с компромиссов. Так, Буч, у тебя сегодня есть выбор, в чем пойти, потому что там все немного слякотно. Это будет либо ветровочка, либо твоя жилеточка. Что тебе нравится больше? Ветровочка. Не нравится тебе? Значит, пойдем в жилеточки. Ой. В будние дни Олег Рожков на нашем телеканале снимает утренние программы. Свободное от работы время мой коллега посвящает дрессировке пса. В распорядке дня собаки две прогулки. Готовиться каждый нужно основательно. Ведь своя шубка у французских бульдогов гладкая и очень тонкая. Собаку у меня полтора года. И когда я покупал французского бульдога, я, в принципе, уже сразу знал, что эти собаки короткошерстные. У них нет подшерстка. И из-за этого в холодное время года он может замерзнуть. Понять, что питомец нуждается в дополнительной защите, несложно. Он начинает приступать с ноги на ногу и чувствует себя некомфортно. В таком случае лучше скорее закончить прогулку, иначе можно дождаться переохлаждения. А дальше последствия будут схожи с человеческими. В результате переохлаждения собак действительно может заболеть. У него может произойти либо ангина, либо воспаление легких, пневмония. То есть очень серьезное достаточно заболевание для собаки. Поэтому нужно быть аккуратным и в холодное время года по возможности все-таки утеплять своего питомца. Если даже ему вот так вот вне тесно, все равно это делается ради его блага. Позапотиться стоит и о лапках. Зимой подушечкам, которые соприкасаются с разным покрытием, приходится тяжелее всего. Да, это лапки у собаки могут разъедаться из-за этих реагентов, из-за химических веществ. Поэтому желательно покупать башмачки. Но я сразу предупреждаю, что можно столкнуться с проблемой. Они ему могут не нравиться совсем. И он будет всевозможными способами себя их скидывать. В первую неделю нового года столбик термометра не опустится ниже минус 10. Но, как известно, зима, дама капризная и не всегда подается прогнозам синоптиков. Поэтому, чтобы прогулки с питомцем в эти холодные зимние дни приносили вам только радость, не забывайте утеплять своих четвероногих друзей. Марина Корякина, Олег Усюпов, Александр Кобзарев. Область новостей.